В предыдущих видео мы с вами научились описывать собственные классы и наделять их какими-то свойствами, которые потом мы можем использовать. Давайте воспроизведем то, что мы уже знаем. Я создам класс cat. И у него создам... поле name. Дальше мы можем этого cat создавать. И задавать ему name. Потом мы можем этого cat передавать как переменную в любую функцию и что-то с ним делать. Например, печатать где-нибудь его имя. Но классы, которые просто содержат какую-то информацию, так называемое состояние, сами по себе не очень полезны. А полезнее они будут, если они научатся что-то делать. И вот для того, чтобы научить классы что-то делать, мы в них положим функции, так называемые методы. Смотрите, значит у нас здесь уже есть с вами класс программ, у которого есть метод main, да, или функция. До этого мы с вами функции все писали вот здесь. На самом деле вот этот вот метод, вот эта функция, она просто функция вот этого класса программ. То есть, если смотреть как бы свысока, то при запуске программы создается, вернее не создается, а вызывается функция main у класса программ. Теперь давайте напишем какую-то функцию у класса cat. Значит, вот я написал функцию, которая не возвращает значение, но зато печатает в консоль. Мяу. Функция называется makeSound. Теперь мы можем у этого кота вызвать метод makeSound. И в том месте, где мы его вызовем, наш код что-то сделает. То есть, мы научили нашего кота издавать звук. Мы ему говорим, код сделай звук. И код делает, печатает в консоль что-то. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот он сделал то, что мы его просили. Кроме того, что наш код просто делает какой-то звук, который мы тут создали. Мы можем его попросить делать что-то, что может делать только он. Допустим, он это может делать только потому, что у него есть некое состояние свое. А состояние это набор полей, экземпляра этого класса, то есть объекта. Допустим, у нашего кота есть имя. И мы ему сделаем метод SayYourName И наш код, вместо того, чтобы просто сказать мяу, скажет, как его зовут. Смотрите. Теперь, что получается, если мы создадим еще одного кота. А потом скажем этому коту сказать, как его зовут. То уже второй код скажет что-то другое. Таким образом, в зависимости от внутреннего состояния объекта, методы, которые у него есть, или функции, которые вы вызываете у экземпляра этого класса, у объекта, могут делать разные вещи. Таким образом, вы можете создавать достаточно сложные программы, если научитесь манипулировать внутренним состоянием объектов и нужным образом использовать эти состояния внутри методов, которые есть у этих объектов. Более подробно обо всем этом в следующих видео.